Вот этот угол. Это угол между вот этой линией и вот этой? Или это вот этот угол? Все понятно. Ага. Попробуйте изобразить вот эту крюво. Кто в левом линии? Так, ладно, а теперь смотрим. Здесь что, на самом деле есть угол? Нет. А что же вы делаете? Это во-первых, подождите. Во-вторых, посмотрим соотношение глубины выреза, вот там глубина выреза, да, к высоте. Так, у вас и две величины примерно равны, а там на черепе какая величина лучше? Вот так, вот так и после этого вот так. А это значит, вся нижняя часть черепа, она вот сюда прорывается. Она вот здесь. Так? Как это легко проверить? А вот как. Посмотрите, какое у вас расстояние от верхнего свода до гвозницы, до самой высокой точки гвозницы. Так? Мы попробуем сравнить это расстояние с максимальным диаметром носовой вырезки. Ну давайте у вас на рисунке. Раз. Согласны? Два. Согласны? То есть они одинаковые. Да. А теперь вот вам карандаш, посмотрите, как мы натурим. Если они от позиции до гвозницы больше. Угу. У вас мазаревая вырезка вот здесь. И смотрите, что сразу произошло. У вас вот эта линия очень полога падает, а на самом деле она намного круче. Понятно, как я считал? Да. Угу. А заодно, кроме того, что вот эту часть составляем, а вот это все отпустите. Мы, соответственно, на самую вырезку гвозницы. А еще для себя сравните длину гвозницы, вот это расстояние, так, с расстоянием от заднего края до заднего близких черепа. Посмотрите, у вас давайте смотрим. Согласны, что длина гвозницы? Раз. Два. Почти два раза. А там померите. Ну да, это точнее мелко. Ага. Полтора раза. Полтора раза. Это значит, гвозница крупнее. Выпустила мелко. Так. Опущена вниз, и ее задняя стеночка вот здесь кончается. Не вот здесь, а вот здесь. Давайте вперед. Сначала мы умечаем все главные точки пересечениями, а уж потом контур. Так. Вы с челюстью вырастет, да? Ну давайте, давайте. Помните, первая задача. Никаких деталей замыкаем внешнюю контурную линию. Так. Ага, сейчас подожду. С вами есть о чем поговорить уже. Так. Ближе к переноситу или ближе к виску? Смотри на чей. На чей? Переносится. Да. На самом деле вот здесь. Так. У тебя от этой точки верхняя орбита идет горизонталь. Наспадем вверх или спускнем вниз. Горизонталь. Уверен? Вот горизонталь. Смотри. Эта линия поднимается или опускается? Поднимается. Поднимается. То есть, смотри на чей. Ну да, что если еще он переносит, а потом опускается? Ага. Это понятно? Просто не так устроено. Значит. Хорошо. Значит, нигде подъема. Смотрите, на этой глазнице тоже там хоть где-нибудь и не поднимается. Нет, я имею ввиду верную границу. А у тебя вон и шангер полез. Хорошо. Теперь. Вторую вещь смотрим. Значит, ты вот все это пространство опормишь одной дугой. Как одна кривая. Давай смотрим. Она уже устроена совершенно иначе. Прежде всего, если мысльно взять, соединить вот высшие точки глазницы прямой. Взять соединение. Да? И посмотреть. Вот. Я сейчас беру засечку. Расстояние между высшими точками глазницы. Раз. И дальше смотрю. Сколько раз это расстояние вкладывается в высоту свобода? Вот в это. Нет, нет. Между высшими точками. Высшие точки очень близко переносятся. Вот одна, вот вторая. Разве это расстояние в три раза больше, чем вот это? Ну, у меня никак три раза не получается. Сейчас смотрим. Два от силы. Так. Хорошо. Значит, альтерь очень важная линия, без которой вообще ничего не выйдет. Ну, во-первых, вот эта сторона глазницы, внешняя, ближняя к леску, она же прямая. Никакого овала здесь нет. Ну, посмотри. Разве вот это овал или это все-таки прямая? Вот и прямая. И здесь это овал или прямая? Прямая. Прямая. Овала-то нет. Не надо их придумывать. А дальше. Исключительно важная штука вот какая. Посмотри, как мозговая коробка устроена. Видишь? Ну, давай смотрим. Вот этих линий просто нет. Здесь прямая. А мозговая коробка от этой точки идет на расширение или на сужение? На расширение. На расширение, конечно. Вот так расширяется. Здесь ровно то же самое. Вот. Височная орбита базы. Дальше кусок головой кости. А дальше? А дальше на расширение. Вот видишь? Гребень одущий. Да. Да. Вот так. А уж только после этого. Понятно? Хорошо. Теперь носовая вырезка. Это же не просто такая прямая. Значит, по форме на что больше всего похожа? На грушу. На грушу. А в серединке ты в городе? У тебя пока груша не получилась. Дело в том, что у груши более узкая вот эта верхняя часть. Согласны? Да. А теперь смотри, какая у тебя широченная вот эта площадка. А на самом деле она такая широкая или нет? Нет. Она намного лучше. То есть на самом деле все это хозяйство вот здесь. Так. А дальше? А дальше боковые стенки вырезки, считай вертиковальные. Понятно? Понятно. Вот я тебе немножко помог сделать центральную часть. Ну-ка попробуй сам разобраться в форме вот этих частей. Ты видишь, после того, как мы поправили центр, совершенно очевидно, что вот эта линия не так идет. Так. Значит, попробуй сначала разобраться, проще всего это делать. Помнишь, как с вертикальной работой, да? Вот. Прямоугольная штука? Да. Прямоугольная. Вот сейчас я беру вот эту вот стеночку глазницы, внутреннюю, назальную, да? И смотрим, куда проецируется вертикаль от нее. Ага, вот сюда, на корень этого зуба. Теперь берем крайне-темпоральную, приближенную к листу, точку глазницы. Смотрим, где она. А вот она. Она вообще не попадает на челюсть. Так? Ну, попробуй вот так, такими вертикальными, примерно лицевой сектор, расчертить и посмотреть, что у тебя получится. Так. Так. Смотрим. Лоха не бывает. Так. Вот я, ребятам, говорил, очень существенная акция. Прежде чем возиться с деталью, всегда сначала замыкается внешний контур. А вот она осталась с незамкнутым вот здесь. А у меня почему-то от деталей легче ориентироваться. Скажите, пожалуйста, где самая нижняя точка у этого черепа? Да, да, основание тут мало говоря. Она намного ниже, чем вот эта точка. Хорошо. Сравните разницу по вот этим выступам с высотой глазницы. Третью высоту глазницы. Так. Смотрим. Вот она, примерно третью высоту глазницы. Понятно? Раз, два, три. Согласны, что третья? То есть это нижняя точка? Да. Значит, в результате вот здесь у вас должна быть точка опоры. И смотрите, что мы получаем. Мы получаем вот этот участок, который больше высоты глазницы. А на самом деле это так? Да. А на самом деле это не так. В чем дело? Незамкнули контур. В результате у вас вот это все уехало вниз и вправо. Хотя это все существенно-существенно. Сдвинуты вверх и вверх. Так что все-таки давайте прежде чем ориентиры внутри брать, давайте сначала главная пропорция внешнего контура. Такое ощущение, что вы за прошлый раз не слышали вообще ничего. Вы же сами говорили, какая абсолютно недопустимая ошибка. Это брать в руки объект, который вы рисуете. Вы же положили его сейчас под другим углом. В результате ваша натур теперь не имеет ничего общего с вашим рисунком. Будьте добры, расположите его так, как вы его рисовали. Только в этом случае это вообще хоть на что. Чтобы он стоял надежнее, достаточно взять так немножко, вдавить пластилин. Собственно, для этого пластилинная поставка нужна. Так? Значит, ну а теперь давайте смотреть сразу. Вот это у вас длина мозговой части черепа. Согласны? Ага, вот это длина клюва. Что у вас больше оказывается? Длина мозговой части черепа. Во сколько раз? А считаю, в два раза. Ну да. А теперь посмотрите сюда, в реальности. Здесь они примерно одинаковые. А здесь они примерно одинаковые. Вы сделали невероятно огромную мозговую часть за счет длины клюва и вообще-то отношения даже вот на этом, да? В высоте. В высоте. В высоте. В длине совершенно другую. У вас это прям какой-то Сократ. Баклан с высоченным узбом. Ну не бывает такого у птицы. Значит, ну-ка вот давайте пока просто соотношение челюстной части черепа. Вот выдвинутые очень сильные надежные челюстные кости. Они у птицы составляют над плювом. Так? И всего остального у черепа. Потому что вот эти, это не его контур. Это чисто придуманное вами. Так. Давайте смотрим сюда. Так. Ну давайте. Подождите. Не так не возиться. Это начало. Неплохо. Совершенно классическими ошибками. Вот сейчас учимся их видеть. Смотрите, как у вас устроена вот эта линия с конкур черепа. Она прямая, прогибается вниз или прогибается вверх? Это линия, идущая от наивысшей точки черепа до кончика носа. Вот так. Она прямая, прогибается вниз или прогибается вверх? На два круга. Прогибается вниз? Прогибается вниз. Классно. А теперь смотрим. У вас эта полога кривая. Смотрите сюда. А здесь это действительно одна линия или из двух разных участков? Где кончается первая? Вот эта. Почти прямая. Где он кончается? Треть. Угу. А вот теперь смотрите. Вот этот светлой полосы, видите? Откуда она взялась? Что-то такое. Ну, только не совсем зло. Это участок. Это участок, под которым находится корень корка. Поэтому здесь вот такой мысль пошел. Вот у вас корка. Так? Значит, соответственно, вот сюда, вот так загибается его корень, должна прийти прямая, которая начинается вот в эту отраску. Отраску называется надплазничьим. Он у вас вот здесь. Так? И вот сразу будет видно, какая возникла история. Так? Смотрите. Вы промяли чайки так вниз-вниз. У вас вот такая линия была. Так? А дальше? После этого вот так. Уж только после этого мы забылились. Теперь, как вы это сделали? Сразу стало понятно, что на самом деле вот эта линия, линия глазницы выше. Потому что вот эта площадочка, она же совсем маленькая. Так? Вот так. А теперь скажите, от этой точки, вот вот у нас надплазничьим, у вас дальше линия вверх лезет. Согласны? Она не горизонтальная. Она не горизонтальная, а дальше не граница. А ну-ка вот смотрим на самом деле. Такое крутое упадение. Начали-то. Вот от этой точки. Не очень. Причем подъем, на самом деле, очень граничный. Вот такой. А дальше, начиная с вот этой точки, что делаете линия? Согласны? Согласны? Согласны. Да, конечно. Вот горизонталь. Мы с ними. Да? Значит, отсюда она идет вниз. Причем вот в этой точке достаточно резкий перегиб. И вот сюда подъем. Вот видите, как мы подкорректировали вот эту часть. Да? Значит, я просто на ваш точку зрения стараюсь залезть. Угу. Да. Ну еще одна достаточно важная штука. Угу. 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 А, вот так. Понятно, как можно показать. Угу. 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 Зам puestoок, это очень важный. Вот такая черта здесь даже. Угу. Ну вот. Смотрим, как ведет себя сплавная дуга после этого шрада. Вы рисуете ее такой тоненькой палочкой, которая упирается вот где-то здесь, в районе последнего зуба. Смотрите, какая она на самом деле. Сначала отлимение поднимается, а потом примерно отсюда резко опускается. И приходит она в контакт в районе зуба, или зуб намного ближе к затуху. Вот, смотри, вот он там, а зубка вот где. Конечно, на самом деле отсюда вот сюда. Здесь изгиб вот такой. Вот так вот, да? А зубной ряд вообще вот сюда выживает. Вот последняя зубка. Так что у вас вот это зубы здесь крупняемые такие. Понятно? Более-менее понятно, как я ориентировался. Просто старайтесь разбить конкурную линию на какие-то участки. Посмотреть, где у нас точки-то регида. И от них прямая, кривая. Как они по отношению к горизонтали и встоками. Вот давайте откорректируйте внешний конкурс. Так. Мы продолжаем идти дальше. Ну-ка. Смотрим, что мы имеем с гусем. Так. Так. Ага. Ну, пока что лучше сбросаться в глаза. Посмотрите. Даже ничего говорить не буду. Вот. Попробуйте сами. Посмотрите, как устроена вот эта часть челюсти. В частности, вот эта вот контурная линия. Она на челюсти так устроена, как вы нарисовали, но как-то иначе. Посмотрите, что с положением суставной площадки по отношению к верхушке хищного зуба. У вас они на одной горизонтали. Посмотрите, как там. Итак, вот этот участок. Попробуйте сами разогреться. Будет сложно, я подойду, то могу все сделать. Так. Хорошо. Попробуем вписать вот сюда квадратик. Слово квадрат, понимаете? Да. Если это высота, почему будет равна длина? А. Так, конечно. Вот угол 45 градусов примерно. Вот квадратик. Согласен? Да. В результате у вас одна вершинка квадрата сюда во первую гость, вторая почти касается этой линии и вот эти на вершинке. Хорошо. А теперь мысленно впишите квадратик вот сюда. Видите, где он закончится? Да. Сколько квадратов можно вписать и, видимо, у вас их часть через. А, через. Раз, квадратик. Два, квадратик. И еще место останется. Вы можете второй квадрат вписать сюда? Нет. А это значит, что вот она высота. При такой длине, вот высота, когда второй квадрат влезет. И так, эти линии просто совсем не здесь идут, они намного ниже. И начало клюва. Вот скажите, пожалуйста, посмотрите, как получается пока. Вот есть такой выступ. Кстати, совершенно непонятно, что вы имеете в виду. Дальше раз линия и дальше почти горизонтально. Вот точка переднего. Скажите, а вот такая линия начали? Вот так вот. Ну а что же вы придумываете? Эта линия почти совершенно прямая. Вот она. И приходит она вот сюда, вот сюда. И от нее, собственно, начинается вся игра. Вот она поехала. Вот так. Вот она поехала. Вот теперь Бунтер ближе к реальности или нет? Вот давайте, это убирайте. И попробуйте разобраться, как вписываются, ну, во-первых, ввести контур как следует. А во-вторых, попробуйте разобраться, как вписываются внутренние детали. Вот так вот. Так, ну что? Дайте вернуться. А, работай, работай. Так, вот, существенно, больше. Сам видишь, что намного больше похоже на то, что имеем. Что совершенно необходимо карандашик, да? Вот для того, чтобы тебе самому стало понятно. Значит, изобразить вот эту вырезку. Она вроде как не относится к внешнему контуру, но является на самом-то деле задней стенкой вот этой видимой части. Потому что вот это уже совсем другая реальность. Это пошли полуокна, где будут крепиться челюсти. И так, значит, вот это хозяйство легкими линиями. Так. Ну, что мы имеем в виду? Так, допустим. Продождать. Классно. Два запроса. Если вот эта ширина глазницы, вот она, да? То вот это давайте назовем ширина морды. Морда это никакое не оскорбление. Значит, это челюстное тело черепа. Так? Значит, у вас две величины, но если они равны, то соизмеримы. Ну, да. С учетом того, что терения стенка глазницы, она не полукруглая. Она от этой точки, вот так, наискосочек, идет почти прямой. Вот видите, вот это линия горит. То есть, у вас получится длина морды такая же, как ширина глазницы. Ну, да не две трети, а плавленные. Значит, в чем дело? Дело в том, что волк вкладывает крючки, вот так, вот здесь перебит, и вот она, линия морсовых костей. Так, померитесь. Ну, я вижу, да, я бы измерила половину. Да, значит, почти наверняка, когда измерили, запустили, нормально же вы нашли. Все измерения, хоть куда-то годятся, в одном единственном случае. Если вы руку вытягиваете полностью. Потому что если рука хотя бы чуть-чуть согнута, вы понимаете, что вы получаете совершенно разную проекцию. Ну, приблизили карандаш вот так, да? И понятно же, какой бы участок вы при этом будете отмечать. Перевернули, вытянули немножко больше, вы получили бред северказового. Значит, волк всегда полностью вытягивали. Да, давайте вперед. Так, ну-ка. О, о. Сами-то видишь, что намного более похоже. Да. Да. Владимир? Хорошо. Значит, добрый совет. Пока вот это убери. Вот просто убери. И тогда тебе станет понятно, что вот такую линию выезжающую. Смотри, если мы жрекали мы проведем, да? Так. Видишь, как она у тебя сильно, вот эта линия, отклоняется влево. Влево. Ага. А там она есть такая? Отклоняющаяся влево, к двери. Немножко. Вот так? Нет. Нет, совершенно так. Если отклоняется, то вот так. А значит, а значит, этот выступ не вот сюда уехал, куда ты его послал, а всего лишь вот сюда. И здесь не сделаю. Вот сейчас пока просто убери вот это. Это не потом все сделаем. Угу. Так. Самого ничего не настораживает, не пугает. Ну, здесь-то Господь святил. У него перелом носа, этого бедного зверя. В чем дело? А ты этот угол сделал уж слишком отчетливым. Так? Все-таки он хотя бы немножечко нос влажен. Вот так вот. Значит, как изображать мелкие внутренние детальки, это мы потом разберемся. Сейчас более важный вопрос вот какой. Значит, ну, во-первых, вот здесь все-таки поправить. Отчетливо контур зубов. Потом это окажется важным, видишь. Так, давай. Ага. Поняла, в чем дело? Угу. Ну что, молодец. И вот теперь можно немножко разобраться с формой восходящей детали. Значит. Вот если мы проведем линию проррель на окно краю листа. Это у нас будет условная вертикаль. Согласны? Хорошо. И посмотри на челюсти. Большая часть. Вот на этой точке. Вот на этой точке. Вот отсюда вот до суда. Сильно ли отклоняется от вертикали? Нет. А у тебя она отсюда завалена. Нет. Значит, в результате. На самом деле вот эта вершинка, она вот здесь. Почему? О том, что вот эта линия как раз заваливается, причем плавно заваливается, влево. Понятно? Вот давай. Пробуем теперь. С восходящей веточкой. Ну что, нужно поздравить. В смысле, общую деталь и контуру. Ну, мелкие отрели, конечно, есть. И вот здесь склова, по-другому слеплено. Ты слишком широко вот это расстояние был. На самом деле. Склова все-таки. Она, конечно, склозная больше. Но не настолько. Все-таки вот так. Это артериальный окна. Вот, скажем. Сейчас. Нет, это все позже. Так, внимание. А теперь все на минуту оторвались. Послушаем. Помните, я вам на прошлом занятии объяснял, что такое замыленный глаз. Вот сейчас вы работаете, причем напряженно работаете. Уже слишком долго, для того, чтобы ваш глаз не замылился. Так что сейчас давайте минут на пять перерывчик. Продолжение следует.